Всем привет! Кито-столица, а также политический, экономический и культурный центр Эквадора, назван по наименованию древнего индейского племени Кито. Второй по численности населения. После Гои и Киля. Город Эквадора. В 1978 Кито и Краков стали первыми городами, внесенными в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этимология. Город основан испанцами в 1534 году на месте индейского селения и назван по этнониму индейского племени Кито. География. Кито расположен в северо-западной части Южной Америки, в межгорной котловине Ант, на южном склоне вулкана Пичинча, на высоте 2818 метров над уровнем моря. Город находится в 24 километрах к югу от экватора. Площадь города приблизительно равна 290 километрам. Кито построен на вулканическом пепле, который мгновенно поглощает влагу. Это затрудняет развитие большинства типичных для Эквадора растений. Использование близлежащих к городу территории индейцами для выпаса скота в 15-х. Привело к распространению ныне в окрестностях кито малорослых кустарников с редкими и скудными лесными образованиями. Животный мир окрестностей кито представлен в основном некоторыми видами рептилий и птиц, кровососущими летучими мышами и небольшим числом млекопитающих. Транспорт. В городе действует скоростной автобусный транспорт РЭД Интеграда Де Транспорте Паблика. Его линии пересекают город с севера на юг и разделены на три секции. Троллейбусная зеленая линия в центре города, красная линия в северо-восточной части и синяя линия в северо-западной. В августе 2012 года муниципалитет открыл систему совместного использования велосипедов BCQ. Международный аэропорт Кито, Марискаль-Сукри-Эн, расположен в 18 километрах от центра городов приходят Абабела. Он начал работу в 2013 году, заменив старый аэропорт, находившийся в черте города. Кито расположен в субэкваториальном климатическом поясе. Однако значительная высота города над уровнем моря обуславливает отсутствие там тропической жары, а близость к экватору уменьшает годовое колебание температур, которая на протяжении всего года держится в пределах плюс 13. Плюс 15 градусов. Однако при этом наблюдается значительная разница между дневной и ночной температурой. Среднегодовой максимум составляет плюс 19,3 Си, среднегодовой минимум составляет плюс 9,8 Си. На территории Кито выпадает приблизительно 1200 миллиметров осадков в год, в основном с сентября по май в виде ливневых дождей. В Кито характерны сезон дождей и сухой сезон. Первый сезон дождей длится с декабря по март, второй с июня по сентябрь. В сухой сезон город открыт для холодного воздуха с юга и в этот период иногда среднесуточная температура бывает около плюс 10 градусов. В среднем. Иногда бывают заморозки, но снега не бывает, так как в этот период осадков практически нет. Климат. Янф. Фев. Март. Апр. Май. Июнь. Июль. АВГ. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год. Абсолютный максимум Си. 29, 26, 32, 25, 30, 29, 31, 25, 29, 25, 29, 29, 32. Средний максимум Си. 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 Си 15 14 14 14,7 средний минимум си 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9,8 абсолютный минимум си 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 норма осадков м м 114 130 152 175 125 48 20 25 79 127 109 104 1209 население язык вероисповедания одна из главных улиц авенида венесуэла наши груди в горячем крике они приветствуют тебя бессмертный город первые строки гимна города в соответствии с переписью населения 2005 года в кито живет миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот один человек кито 2 в эквадоре город по величине населения больше жителей проживает только в городе сантьяго-де-гуэйки по национальному признаку населения столицы эквадора многообразно и довольно смешанно две пятых населения индейцы кечу другие две пятых испано-индейские метисы 1 5 негры оставшиеся незначительная доля выходцы из европейских и азиатских стран около четырех процентов населения неграмотны большинство верующего населения города составляют христиане католики история развития города кита был построен в конце первого тысячелетия нашей эры и являлся столицей индейского государства киту которая около девятьсот восьмидесятого года покорил народ кара в 15 он был завоеван инками вид на одну из множества улочек города в 1534 году капитан себастьян да белалькасар захватил территорию на которой был расположен древний индейский город и основал на его месте испанское поселение сан-франсиско-де-кито как утверждает хронист сьеса дали он основал и заселил его испанцами себастьян да белалькасар который потом стал губернатором и оделанта до провинции папайан именем императора дона карлоса нашего господина при оделанта до доно франсиско писаро губернаторе и капитан генераля королевств перу и провинции новая кастилья в году 1534 от рождества нашего спасителя иисуса христа формально город был основан после второго прихода белалькасаровки то составлением 6 декабря 1534 года муниципального акта исполнителями городской власти были назначены два алькальда 4 рихидора и один нотариус впоследствии название города стало использоваться в сокращенном варианте в 1541 году поселению был присвоено название город в 1563 году в городе был основан сенат и королевская аудиенция первым президентом который был фернандо де сантильян с установлением господства испанцев в столице и прилегающей местности началось активное подавление индейцев которая закончилась установлением рабовладения в 1592 1765 1809 г.г. происходили восстание против испанских захватчиков 29 мая 1822 года восстание под предводительством симона боливара завершилась победой и некогда испанская колония кито объявила о своей независимости после чего в 1826 году вошла в состав великой колумбии в 1830 году эквадор вышел из колумбийской федерации и столицей новообразованного государства стал кито в последующее десятилетие в городе как и во всей стране произошло несколько военных переворотов социальная и экономическая обстановка оставалась нестабильной в 1873 году в кито была основана астрономическая обсерватория находящаяся в парке лааламеда это первая национальная обсерватория в южной америке в 1979 году к власти пришел 10 ральдос президент эквадора который стабилизировал политическую атмосферу города и вел в действие новую конституцию в 1984 году президентом эквадора стал эл фёбрис кардио при нем значительно понизился жизненный уровень населения столицы в последующие годы экономико-политическое состояние кито значительно не улучшилась 20 апреля 2005 года в результате очередного бунта рабочих города с поста президента страны был смещен лусе гутиеррис статуя мадонны н в кито сочетается большое количество традиций и культур архитектура города отличается гармоничным переплетением испанского голландского и частично индейского стиля построек сам город расположен на холмистой местности и разделен на три части огромными холмами в центральной части располагается колониальный старый город с музеями и памятниками зодчества южная часть города главным образом сосредотачивает жилище рабочего класса и промышленные предприятия северная часть современный кито изобилует финансовыми центрами универмагами зданиями банков и дорогим жильем в северной части города расположен международный аэропорт города кито в 1978 кито стал одним из первых объектов внесенных в список всемирного культурного наследия юнеско в колониальной части города сохранилось много культурно-исторических памятников в числе которых собор 17 монастыри богато украшенной резьбой и лепкой древних мастеров а также несколько примечательных светских зданий колониального периода в церквях сан-франциско сан-агустин ла компания и санта доминго хранятся огромные коллекции старинных стату и картин церковь сан-франциско является самым большим колониальным сооружением построенным испанцами на территории южной америки в центре города симметрично расположены три площади плаца сукре плаца боливар и плаца индепенденция площадь независимости с отреставрированным недавно дворцом правительства 1747 год в 20 северная часть города пополнилась памятниками уже современной архитектуры это здание министерства иностранных дел парламента и огромной гостиницы кита который является одним из самых вместительных на всем южноамериканском материке кита культурный образовательный центр эквадора в городе действует католический университет эквадора центральный университет эквадора национальный женский колледж имени 24 мая женский педагогический институт национальная политическая школа латиноамериканский центр по подготовке журналистов национальная академия музыки центр изящных искусств и хореографии из научно-исследовательских организаций столицы можно выделить академию наук эквадора и медицинскую академию в кито действует обсерватория крупнейшим книгохранилищем кита являются национальная библиотека муниципальная библиотека и библиотека центрального университета из музеев города можно выделить музей центрального университета национальный музей колониального искусства городской музей искусств и истории музей археологии этнографии антропологический музей антонио сантьяно археологический музей музей минералогии при центральном банке эквадора являющимся одним из влиятельнейших банков страны имеется художественная галерея. Культурную жизнь столицы дополняют постановки Национального театра Сукре. В черте города расположены четыре парковых зоны отдыха. Парк Метрополитана имеет площадь 5,5 километра и является самым большим в Кито, находится он в восточной части города по соседству с Олимпийским футбольным стадионом. Ботанический парк Ла Каролина располагается в северной части столицы, на его территории собраны образцы экзотической флоры со всей Южной Америки, помимо этого парк изобилует множеством спортивных площадок. Парк Эль-Лихида находится на стыке северной части города с колониальными районами, известен в первую очередь своими ремесленными лавками и всевозможными выставками искусства под открытым небом, практически в любое время года заполнен туристами. Парк Ла Аламеда, в парке расположена самая старая в Южной Америке астрономическая обсерватория в Кито. На территории парка расположен памятник Симону Боливару, поблизости находится небольшое озеро, с возможностью аренды прогулочных лодок. В июне 2005 года с целью привлечения туристов в городе была запущена линия канатной дороги Телеферика, Телеферика, перевозящая всех желающих из центра города на южную окраину к вулкану Пичинча. Обзорная поездка проходит на высоте 4100 метров. Также в городе находится один из величайших в Южной Америке луна парков, имеющий название Вулканопарк. Спортивная жизнь города вращается вокруг футбола, 4 столичные команды представлены в высшей лиге национального чемпионата, игры этих клубов привлекают внимание довольно значительной части населения столицы. Наиболее известные клубы, победитель Кубка Либертадори с 2008 года, 9-кратный чемпион страны Лду Кито, 13-кратный чемпион Эль Национале и 3-кратный чемпион Депортива Кито. Помимо футбола, в Кито культивируется волейбол и баскетбол. В Кито планируется разместить штаб-квартиру Союза Южноамериканских наций. Города Побратимы, Аргентина Буэнос-Айрес, Боливия Ла-Пас, Испания Мадрид, Канады Ванкувер, Колумбия Богата, Никарагуа Монагуа, Польша Краков, США Коралл Гейблс, США Луисвилл. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok